Пришло вот такое письмо. У меня метастазы в печени. В прошлой неделе я голодала 7 дней на воде. Второе послание, дальше я не читаю. Второе. Опухоль в кишечнике убрали в 2007 году. Но параллельно идут метастазы в печени. Ну и спрашиваются, что делать. Что делать. Подобные письма. Даже как-то трудно вот с чего-то начать. Но начать необходимо. Ну в первую очередь ко мне обратился человек. И если я не хочу сказать, что что-то ему порекомендую. А хотя бы побеседую с ним. Вернее, если я с ним не побеседую. То я считаю так. Если я постоянно обращаюсь туда. С своими просьбами. Своими, будем говорить. Насущными вопросами. И так как я поступаю с людьми. Точно так же оттуда будут поступать и со мной. Поэтому, что могу, вот сейчас вот такой вот разговор, то я и сделаю. Это не значит, что тут будет какое-то лечение или еще что-то. Тут будет вот следующий разговор. Просто-напросто разговор. Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы узнать, сколько вам лет. Первое это. Если вам 120 лет, доживите вы без всяких операций. Ты сколько проживете. А если вам 30 лет, это совсем другое дело. Вы обратились к врачам. Официальная медицина. Естественно, она там в свое лечение. Да. Несколько я хочу сказать. Вообще, что получается? Что получается? Разговор надо, знаете, выйти на вот эту стезю. Пока мы вот так вот выходим. Я выхожу. Значит, что получается? Заболевание. И я в том числе. Иду к врачу. В свое время я ходил. Идем к врачу. Мы ждем от него помощи. Тем более, в каких-то таких серьезных видах заболеваний. Значит, что там было сделано? Опухоль в кишечнике убрали в 2007 году. Ну, параллельно идет метастаз в печени. Я думаю, это еще человек с ближнего нашего, так сказать, зарубежья, не владеющий русским языком. Насколько я понимаю, человек обратился к врачу. Все мы обращаемся по серьезным случаям, как правило, к врачу. Ждем от него помощи. Что было, значит? В 2007 году опухоль в кишечнике убрали. То есть, скорее всего, вырезали часть кишечника и посчитали, что это нормально. Ну, такое лечение медицинское. Ну вот, метастазы теперь появились в печени. То есть, человек уже задумывается, обратившись в первый раз и ожидая полноценного лечения, помощи от врачей, от официальной медицины, мы вроде бы ее получили. Но оказывается, это было в 2007 году, сейчас через 12 лет, проблема опять имеется. Или она и была. Ну, если следовать логике вещей, пусть дальше вас медицина и лечит, раз вы к ней обратились, и никто вас не осуждает, никто вас не говорит, что медицина там плохая или еще что-то. Ну, вы обратились, вот, помощи нет. Вот. Если вы считаете, что дальнейшие обращения не имеют смысла, и вы готовы действовать, готовы действовать самостоятельно, взять ответственность за свое здоровье в свои руки, и там дальше, будь что будет. Что в медицинском учреждении, будь что будет. Что вы взяли ответственность за себя, будь что будет. Ну, вот смотрите, что, будем говорить, получается. Ну, вы заболели, сами, так сказать, сами заболели, вокруг ваших родственников, вокруг вас советы, и так далее, и тому подобное. Вы обратились, все что-то не помогло, вам там дальше начинают рекомендовать обратиться туда, сюда, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, вы решаете действовать самостоятельно. И смотрите, если вы обращаетесь к какому-то целителю, я не целитель, сразу же говорю, у меня нету там разрешения на целительство, у меня нету документа, который подтверждает, что я там целитель, и могу заниматься вот этим вот вопросом. Я просто-напросто занимаюсь здоровым образом жизни. самостоятельно. Так вот, родственники начнут говорить, ну что, что ты там надумала там, или надумал, керосин пить, болигалу пить, пищевую суду пить, да ты что там, с ума свихнулся, смотри, вот, современные клиники, а ты там, что-то там надумал делать такое, такое какое-то это. И вот тут на человека давят родственники, а если он еще связался с каким, будем говорить, целителем, то тогда, естественно, шишки сыпятся на него, особенно при не благоприятном исходе. вот мол, а медицина еще добавит, вот мол, время было упущено из-за того, что начало там, мочу пить, голодать, там, еще что-то делать, и так далее, и тому подобное. То есть, подобного негатива будет предостаточно и на самого больного, и на того человека, который взялся его лечить, и если в случае чего, я дальше не буду там развивать свою мысль, могут быть очень, очень, очень такие неприятности большие. Поэтому, поэтому, я вот вам расскажу, как я бы поступил. Не рекомендую вам, а говорю, вот как я бы поступил. Прежде всего, прежде всего, вот смотрите, метастазы. Что такое метастазы? Вот, есть ли там такое, какое-то объяснение, почему там метастазы бывают? Что они напоминают собой внешне? Рахмок бывает, плоскоклеточный, ветероеобразный, там еще там, как гриб растет и так далее. И вот невольно мы вышли на такое понятие гриб. Есть такая теория, одна из теорий, что онкология это развитие, значит, грибкового заболевания, то есть, это рост грибковой колонии в вашем организме, которая прорастая в виде метастаз, дает разные, значит, эти самые разные, так сказать, направления, то она была в кишечнике, то, значит, она там пошла там в печень, то она еще куда-то прошла, то еще, то есть, организм прорастает метастазами. Как грибница в лесу дает вот эти вот различные свои, так сказать, отростки, которые и напоминают собой вот такие вот жгуты. Ряд специалистов сошелся на мнение, что рак имеет паразитарную причину. Например, такой специалист, как Хельди Кларк. Об этом же говорит Тамара Яковлевна Свичева. Она говорит, что возбудителем различных видов рака является трихомонада. Свою теорию она впервые сформулировала в 1989 году, затем зафиксировала в заявке на открытие свойства трихомонада превращаться в опухолевую клетку. 1990 год. Вот тут примерно тут рассказано. Если говорить о том, что причина рака имеет паразитарное происхождение, я бы на несколько лет назад отмотал бы свою жизнь и как бы ее проанализировал. Вот что у меня было? Были ли там ангины? Были ли там гноничковые заболевания? Были ли фурункулы? Были ли у меня какие-то расстройства желудочно-кишечного тракта такие непонятные? Не болел ли я какими-то заболеваниями типа половые инфекции? То есть вот в этом плане не было ли у меня вот этого творожеское выделение, что дает? Молочницы. Вот в этом отношении подумать. То есть важно понимать с чего это началось. Далее какое у меня было эмоциональное состояние 20 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад, 2 года назад. Потому что оно так же сильно влияет на состояние здоровья и предрасполагает к этому. То есть важно понять вот с чего все это начиналось. Уже не лечить то, что вот уже как бы сказать сейчас рушится. А важно понять откуда это все произошло. Потому что уже была операция в 2007 году. 12 лет прошло. Первая причина не устранилась. Значит она сидит. Вы понимаете она сидит в вас и продолжает вас разрушать. А вы не знаете и естественно врачи не знают не понимают почему эти метастазы образовались вновь. Вроде бы в 2007 году все это было сделано. Почему это продолжается? то есть вот вот такое вот тем более заболевание серьезное сели и сами себя исследуете изучаете вот что у вас было как что до настоящего момента который привел вот к такому жизненному краху. Исследуете себя. И примерно уже исследовал начинаете понимать что ага если у вас были нанечковые заболевания если у вас было там допустим какое-то там что-то это самое с животом то есть постоянно он что-то там расстраивался и так далее это говорит об одной причине и значит против нее можно подобрать соответствующее средство и действовать. если у вас была молочница такая злючая или там был этот самый герпес там часто выскакивал то это говорит о другой несколько причин на которую тоже можно воздействовать с помощью той же пищевой соды а если у вас было какое-то эмоциональное потрясение еще что-то еще что-то вы там кого-то там обиделись там сильно переживали или еще что-то значит надо совсем с иных позиций поступать а так просто вот голодать и думать что там все что-то голод за вас сделает да он многое там сделает но но если работа с первопричиной не произведена то толку от голода может быть мало я специально вот не говорил а для себя я написал вот такую вот книгу именно для себя которую потом издали в 2002 году называется она онкологические болезни лечение профилактика народными средствами первое это разговор с читателем что что как насколько вы готовы насколько вы готовы биться за себя далее далее исследование смотрите тут различные виды опухолей гортани желудка мочевого пузыря это еще что-то слепой кишки и так далее то есть здесь здесь я проанализировал для самого себя несколько распространенных методик лечения онкологии кто что говорит кто что говорит в том числе и медицинскую вот для себя проанализировал чтобы что-то сложилось в голове что что как делать приведены различные масса примеров но важно то что я вам вот так долго долго как-то объяснял но все-таки рассказал что важно понять с чего это все началось что у вас было 20 лет назад 10 лет назад и тогда тогда с позиции этого если вы считаете что или не доверяете официальной медицине или она вас полечила а вы не получили от нее пользу которую хотели и желаете действовать самостоятельно значит вы должны быть готовы к следующему не на обум что-то куда-то тыкаться куда-то лезть буду вот то делать вот все делать и так далее а что-то делать целенаправленно то что с вами было устраняя то что там было и устраняя так сказать вот это вот основу для развития болезни в качестве примера я вам прочитаю методику яна гаулера итак итак в январе 1975 года яну гаулеру ампутировали правую ногу по поводу остеогенной саркомы рака кости врачи предупредили что если опухол появится снова болезнь быстро перейдет в терминальную фазу это означало что после появления вторичных раковых образований этой формы большинство пациентов умирают через 3-4 месяца в ноябре этого же года рецидив рака через 10 месяцев рецидив рака в марте 1976 года состояние гаулера было настолько критическое что по мнению лечащего врача ему жить осталось не более двух недель но ян гаулер не сдался он самостоятельно проглотил огромное количество знаний понял и сообразил как их применять конкретно к самому себе к своему теперешнему состоянию проявил терпение и самобладание во время лечения путем анализа корректировал процесс лечения и проявил решимость довести все до благоприятного конца и так на основании подчеркнутых знаний он создал свою методику и уже в июне 1978 года он получил официальное подтверждение что полностью здоров то есть через два года причины ян гаулер считает что онкология может образовываться лишь в организме того человека который болен вообще причины этому по его мнению неправильное питание неправильное мышление которое порождает всякого рода конфликты в сознании человека лечение в борьбе с онкологией гаулер использует комплексный подход который стимулирует жизненную силу организма на излечении этот комплексный подход состоит из нескольких блоков выполняемых больным человеком в течение дня первое очищение организма второе правильное питание третье правильная работа сознание четвертое лечебное мышление и я бы сюда добавил пятое но это как раз пойдет в очищение организма это если у вас была до этого какого-то рода бактериальная или грибковая инфекция еще воздействует и на нее значит очищение организма он выполнял кофейные клизмы которые помогают в выведении желчи дальше я не буду читать что и как правильное мышление а правильное питание правильное питание по гулеру это подразумевает восстановление функции пищеварения для этой цели гулер рекомендует прием внутрь желудочного сока и ферментов поджелудочной железы далее значит что он рекомендует избегать переедания потребления сахара хлорированной воды взамен предлагается естественный белок бобовые гречка орехи баклажаны козье молоко рекомендуется раздельное питание правильное сочетание продуктов как у шелтона ну так далее переход к лечебной диете осуществляется постепенно далее правильная работа сознания позитивное мышление вера благополучный исход имеет огромную силу утверждает гулер он сам никогда не терял надежду и был убежден в том что вылечится впоследствии встречаясь с людьми которые подобно ему вылечились от рака он всегда отмечал у них одну черту характера оптимизм причем некоторым он был свойственен с самого начала а другие его развивали в себе сколько я вам толдоню об исцелении радостью о том что ее надо вызывать что это прекрасная профилактика всевозможных заболеваний ян гулер рекомендует больным людям укреплять развивать положительный настрой захотеть излечиться настолько сильно чтобы в сознании сформировалась отчетливая картина желаемого эта картина это желание этот настрой переходит под сознание и оттуда все вместе как духовная сила становится руководством к действиям так появляется решимость выздороветь победить болезнь а главное возникают силы для этого откуда их брать откуда их брать да вот откуда вот советы гулера по воспитанию решимости бодрого настроения стремиться к самодисциплине не сдаваться болезни это достигается регулярными тренировками повседневной жизни это и преодоление лени и отказ от лакомства и настойчивость в выполнении процедур и строго соблюдать распорядок дня все эти мероприятия приводят к созданию другой личности следующее честность и конструктивность в общении с больным не скрывать болезни иначе не будет настроено излечение говорит о самочувствии так как оно есть уйти от панического страха далее пополнять запас знаний по интересующему вопросу чтение книг по народной и специальной медицине дает не только много свинины но и поддерживает исцеляющий настрой хорошо поднимают настроение физическая нагрузка ходьба прогулки велосипед плавание теннис они стимулируют мозг на сильные и положительные эмоции надо себя увлечь почаще смейтесь ну далее там займитесь садоводством особое внимание Ян Гоулер уделяет борьбе с эмоциональными стрессами особенно большое внимание он отводит такому понятию как прощение как важно простить другого человека который нанес себе какую-то обиду что должно произойти а остальное ну попробуйте найти вот эту книгу нет посмотрите интернет там много интересных других высказываний и особенно надо обращать внимание на те статьи в которых рассказывается как человек исцелился от онкологии что он делал как он делал и через сколько все это получилось то есть вот они мои так сказать советы не рекомендация советы понять от чего это все образовалось и далее далее устранять это все и тогда будет какой-то гарантированный результат а не рецидив через какое-то время время Продолжение следует...